Сидят они до 30 лет, чипсы с пивом кушают, а мама им чашечку приносит с чипсами, вас балуют, баловство вот это. Тупо сидим, сидим, сидим. Полицейский из карательного отряда возьмет резиновой дубинкой и вас стукнет. А почему? А потому что вы живете в богатой стране, надо очистить территорию. Сейчас уже идет вот этот план зачищения, а вы сидите тупо, сделали прививку, вы что думаете, будете мягким и пушистым? Система не даст шаг в сторону, передвижение, каждый шаг будет отслеживаться, каждый. Потом подыхают в этих больницах, потому что не нужны вы по ДВЛ, вы не нужны для общества, у бесперсективное стадо. И также про меня можно сказать, про других, они зачищают территорию. Нужны люди с западным менталитетом и знанием английского. Это еще сказала Маргарет Тэтчер, когда вот этот горбач продал нас, предал. Дальше вот эта скотина, алкаш продал нас, потому что он был алкашом. Уже отстраняют юристов, экономистов грамотных, математиков, потому что грамотные, честные люди не нужны. При вот такой системе нужны хитрые, изворотливые люди, которые приспосабливаются. Вот один мне написал в интернете, вы просто не умеете там это, да, не умею обманывать людей. Ну давайте я вас, всех своих знакомых, буду обманывать, хитрить и на деньги разводить. Ну вам же это будет неприятно. А я почему-то думаю о каждом человеке. Вот если бы каждый так задумался, а каждый, ну а мне-то что, а мне-то что, как бы дала бы по башке бы. Ну что, так вот у нас и получилось, что все прогнило насквозь. Мне-то что, главное о пузе своем подумать и как бы выпить, покушать и все. А дальше саморазвитие вообще нулевое. Никто ни закона не читает. Ну зайдите на сайт Госдумы, все там есть. Вы почему такие-то? Не пойму. Все, кто в советской школе по 45-50, ладно молодые, они бестолковые, ну не хотят ничего, не знают. Их не учат этому, к сожалению. Бабки уже из ума выжили. Я вообще им голосовать бы запретила. Потому что они, телевизор круглосуточный, 24 часа в сутки. 24, там только психически больный человек может вот это слушать все. Это же вот вообще нереально. Они обсуждают Малаха, обсуждают. Это не нужно нам. Нужно нам, как мы дальше будем жить. Что мы будем дальше, почему у нас нет производства. Почему у нас все сворачивается. У нас магазин, у нас Новосибирск город магазинов и банков. Значит в магазине китайские товары. Дальше, значит, в банках это. Вы сидите. Вы сидите, пока, наверное, голод не наступит. Но голод наступит для всех. И для у кого Куаргон. И не Куаргон. Дальше активистов всех пересажают. Как говорят, скорее у вас тюрьмы, надоели свои активности. Опять же эти бабушки говорят, что вот они, что они там воду мутят. У нас хорош, у нас все хорошо. Если вы пенсию заработали, хорошую, и при советском времени все, как бы, вы получили квартиру, значит, а то, что у вас нет внуков или у вас внуки все в кредитах по уши, у них иллюзия обмана. Они и злые, и дерганные, потому что у них беспросветно. Они все дергаются, потому что везде пробки, потому что везде это. Люди, которые активны, которые смелые, выходят. И я могу сказать так. Выходите. Первый раз всегда страшно. Начинать всегда страшно. Любое дело. Глаза боятся, а руки делают. Ну, я понимаю, есть, которые хорошо хобби делают, занимаются чем-то. Им детей надо кормить. Это все понятно. Ну, я считаю, активисты жертвуют своим здоровьем, финансами, работой. Выходят сюда для того, чтобы суббота, воскресенье. Нет, вы лежите. Вы чего ждете-то? Да вы этого лидера, лидера, вы просто сольете его. Вам же нужен комфорт и безопасность. А на войне нет комфорта и безопасности. На войне все. Если убьют, так убьют. Нам осталось-то жить недолго. Вот до февраля там все законы штампуются с космической скоростью. Все идет колоссальными темпами, пока вы спите. Напекли плюшек, похвалили свою жену. Молодец, она там сделала. Кто-то пиво присосался с этим пивом, ну, мозги уже совсем. Ну, вот электорат, который проголосовал, это вот пивной электорат и бабки, которые голосовали вот и за Конституцию.